Тепло в самарские детские сады, больницы, дома культуры и спортивные объекты поступает по графику. Батареи прогрелись уже в 96% учреждений. Сейчас без тепла пока остаются 12 школ. Подключить их должны в течение этой недели. Ситуацию держат на контроле руководители профильных департаментов. Продолжают подключать к теплу и многоквартирные дома. На сегодняшний день подключено 4224 многоквартирных дома. В принципе, то, что планировали за выходные, нам удалось. Сейчас развернули полностью все теплоисточники в полном объеме. Напомню, отопительный сезон в Самаре в этом году начался раньше официальной даты. Обычно он стартует после того, как температура на улице в течение пяти дней не поднимается выше 8 градусов. Температурный режим на улице пока благоприятный. По прогнозам синоптиков, на этой неделе воздух в городе будет прогреваться в дневное время до плюс 14-15 градусов. Но на график подключения к теплу бабье лето не повлияет. Городские власти решили не ждать похолодания. На еженедельном совещании в мэрии первый заместитель главы города Максим Харитонов поручил руководителям районных администраций держать работу и сроки по подключению к теплу на особом контроле. Вопрос этот наиважнейший на текущий момент на повестке сегодняшней. Поэтому прошу контроль не ослаблять до включения стопроцентного и объектов соцсферы и многоквартирных домов. Также на совещании обсудили работу по перекладке теплосетей. Сейчас завершается ремонт на нескольких объектах на улицах Печорская, Пензенская и Советской армии. Все они должны быть готовы в ближайшие дни. Лариса Шлафаст, Константин Головин, Василий Колдашов. События.